When you call me, I dance on the telephone Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Rock Encyclopedia от A to Z И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Стив Харли Второй ребенок в семье с пятью детьми, Стивен Манком Рональд Найс, вряд ли мог претендовать на сценическую карьеру, поскольку уже в два года у него обнаружился полиомиелит В итоге мальчишке, появившемуся на свет 27 февраля 1951, пришлось несколько лет кочевать по больницам и перенести ряд операций Тем не менее, болезнь все же отступила, а в поздний период лечения Стив открыл для себя поэзию Томаса Эллиота и Дэвида Лоренса, прозу Стайнбека, Вулф и Хемингуэя, а также музыку Боба Дилана Все эти люди повлияли на развитие творческих способностей парнишки, а тем временем он пытался осваивать скрипку и испанскую гитару Впрочем, по мере взросления Стив загорелся журналистикой и несколько лет трудился в разных изданиях, пока дурацкое задание одного из редакторов не отбило у него интерес к этой профессии Вновь обратившись к музыке, Харли начал петь в фолк-клубах, а спустя некоторое время присоединился к группе Один Тем временем у него рождалось все больше и больше песен, и в конце концов Стив вместе с тогдашним коллегой, скрипачом Джином Полом Крокером сколотил команду Кокни Рэббл Балансируя между поп, глэм и арт-роком, коллектив быстро набирал обороты, однако эгоцентризм его лидера также быстро привел формацию к распаду Тем не менее, музыкант пока не был готов расстаться с торговой маркой Кокни Рэббл, и подобрав новый сопровождающий состав, он начал работать под названием Стив Харли и Кокни Рэббл Дебютная пластинка этой группы стала лучшей в дискографии Харли, и завоевав золотой статус, заняла четвертое место в британских списках Залогом успеха Best Ears of Our Lives стали романтическая разбойничья-вещица Mr. Raffles, в которой из-под пианино и акустической гитары пробивался ритм регги, а также чарт-топпер Made Me Smile, цепляющий поп-мотив с изобретательными стоп-старт-аранжировками и вставкой кусочка фламенко После европейского тура Стив Харли и Кокни Рэббл вернулись с программой Timeless Flight, однако этот альбом, не принесший ни одного серьезного хита, хоть и попал в двадцатку, имел меньший успех Осенью того же года вышел еще один лонг-плей, но если предшественник записывался на расслабоне, то лавыцы Примадонна получился разнообразным по динамике и привнес в творчество группы Стива дух экспериментаторства Несмотря на то, что к оригинальному материалу публика отнеслась сравнительно прохладно и титульный трек чуть-чуть не дотянул до топ-40, переделка Харрисонской Here Comes the Sun имела успех и втиснулась таки в лучшую десятку После сопутствующего тура и выпуска зальника Face to Face, Харли распустил сопровождающий состав и решил начать реальную сольную карьеру Впрочем, его попытки сделать саунд более попсовым и американизированным и тем самым продвинуться в мейнстрим обернулись провалом И ни Хоу Бои Зе Грин, ни Зе Кандидет не принесли ожидаемых результатов, и в итоге контракт с Емай был расторгнут Восьмидесятые стали для музыканта периодом относительного затишья Забросив сольные амбиции, Стив иногда гостил на альбомах таких исполнителей, как Рот Стюарт и Рик Вейкман Устраивал спорадические вылазки на небольшие концертные площадки А однажды претендовал на главную роль в мюзикле The Phantom of the Opera В середине декады он готовил альбом El Grand Senior, но релиз так и не состоялся, и материал был заброшен на полку Часть вещей этого периода Харли удалось опубликовать только в начале 90-х, причем на диск Yes You Can попали и свежие номера И хотя этот опус, от которого веяло печалью, остался малозамеченным, следующая работа вызвала много хвалебных отзывов И обозреватели назвали Poetic Justice лучшим альбомом стила со времен Besties of Our Lives В конце 90-х музыкант организовал акустический тур Stripped to the Bear Bones, по итогам которого вышел одноименный концертник Чуть позже на BBC музыкант презентовал программу The Sound of the 70s, а параллельно основал собственный лейбл Comeuppance В начале нулевых Харли вернулся к командному формату, и альбом 2005 года вышел под маркой Steve Harley & Cockney Rebell The Quality of Mercy, сделанный в семидесятнических традициях и имеющий основу из британского фолк-попа Также получил заслуженную порцию восторгов, а турне в его поддержку оказалось самым крупным за последние 30 лет Следующая полнометражка была представлена уже как сольник Стива, и возможно поэтому получилась более акустичной В 2012-м Харли вместе с оркестром и хором записал диск Birmingham, но потом проявлял не слишком большую активность И только к концу декады решил еще разок поработать в студии Его альбом Uncovered был исполнен в чистой акустике и преимущественно состоял из каверов, хотя парочку вещей Стив взял и из собственного бэк-каталога В том же 2020-м из-за пандемии ковида музыканту пришлось притушить концертную деятельность Но спустя пару лет выступления стали отменяться из-за ухудшения его собственного здоровья В декабре 2023-го стало известно, что врачи диагностировали у Стива рак, а в марте 2024-го Харли скончался Помимо музыки, одним из главных увлечений Стива были лошадиные бега И уже в 1984-м году у него появилась первая скаковая лошадь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok